И у нас путь. Путь к финалу, конечно же, показан. Это Vitality, Zivu, Alex, Apex, RPK, NBK. С другой стороны, Refresh, Config, Yugi, CajunBee и Snappy. Refresh вообще это тот парень, которого мы вчера всех валили. Потому что именно он очень хорошо играл против команды Virtus.pro во всех этих камбэках, которые показала команда Optic. Будет ли здесь камбэк, совсем скоро узнаем. Но мы точно знаем, что есть уже промокод на экране, который вы должны записать. И записать где? На сайте vplay.tv. И у вас будет огромная возможность выиграть какой-то интересный скин у нас сегодня после финала. Так что оставайтесь до конца. Refresh действительно показал парочку хайлайтов. И я там не сдержался и докакнул. Там просто было нереально. Так, у нас тут сейчас нереальное может произойти. У Refresh не залетает, однако все-таки есть минус. И какой дабл прилетает от француза. Ну, по-второму было незаконно. На самом деле, сам красный остался в итоге Zivu. Забирает себе USPS. Там будет полная перетяжка от команды Optic. Кстати, интересно то, что Yugi остался на туалетах. И сообщает о том, что враги могут очень быстро выйти на длину. И туда же чекают Snappy вместе с конфигом. И возможно тоже будет поджим. Хоть на какую информацию, но Vitality, как и на карте Danuk, вообще никуда не идут против своих соперников. Особенно если имеет хороший размер. Они их дожидаются. И в основном это у них получалось. Да и сейчас то же самое Zivu. Третий минус против конфига, который тоже полез стреляться. Чекает там эту длину. Вот мне интересно, как они реагируют на таких игроков, вообще профессионалов. Знаешь, можно ли говорить там, пацаны, там Zivu мы туда не пойдем. Нет, ты знаешь, если бы я сейчас был на месте команды Optic, ну, я бы очень жестко бесился. Потому что против меня играет команда, которая в атаке очень медленно, но очень жестко меня закрывает. Я был бы в тилте просто каком-то нереальном. И, ну, с другой стороны, это вот поджим какой-то. С другой стороны, можно еще там как-то сыграть более пассивно и что ли со своими тиммейтами, чего не получается. Optic, вот уже хедшот по Yugi. Yugi уже без головы. Это все равно не мешает ему сделать минус. Есть информация по последнему игроку. Ситуация 2 в 1. Французы здесь заходят на базу А, Snappy на машине. А вот теперь проблема. И, судя по всему, пистолетка отдается. Там один хп. Zivu должен выйти. Ой, как Snappy там по нему не попадает. Вообще непонятно, неужели это будет Ace. Ну, одно попадание в головы. Snappy там пытается просто отойти за эту машину. Как же дергать своего соперника только что. Zivu. 9 секунд до конца этого раунда. Все-таки Snappy переламывает ход этой встречи. В общем-то, этого раунда поломал кайф всем болельщикам команды Vitality, потому что только что Zivu реально мог сделать чудо. Но, с другой стороны, это еще чудо против своих соперников совершили Optic, потому что у них было меньшество постоянно. Да, и как-то не самым лучшим образом разыграли этим Vitality свое преимущество. Хотя вот даже здесь была ситуация 3 в 1. И здесь Snappy отлично отыграл за машиной. Сделал ключевых два минуса. И команда Optic забирает этот раунд. Бомбу Vitality не поставили. И будут делать эко. Тут Zivu тоже аккуратно играет с P250. На возможный поджим соперника через Banan. Там, кстати, замечает отобув в туалетах. Юги, кстати, ошибается. Не убивает в итоге никого. Вот, кстати, NBK встречает перетяжку от RFR. Что вообще происходит на коннекторе конфигу? Нужно спасать этот раунд. В итоге минус бомба. На длине также замечает оппонента. RPK не может выйти. Zivu получает качет. Конфиг хорош. Но с другой стороны, это уже MP5. Работает NBK в руках. И как дальше проходить? Snappy вместе с Cajun B. На пленте. Они готовы к этому выходу. Cajun B в итоге забирает NBK. Выход через левую сторону тоже не самый лучший. RPK падает. Аликс последний с Глаком. И забирает одного. В итоге в очередной раз ситуация один на один. И это Snappy вновь на машине. Так, ну, кстати, раздобыл себе волыну. И Snappy здесь перестреливает своего оппонента. Второй раунд подряд. Он берет уже ситуацию один в один для своей команды. И это очень серьезный урон по экономике. Датчан. Мы-то знаем, что Vitality сейчас закупятся. Но оптика, если будет ресет, то это очень сильно испортит им старт этого оверпасса. Так, это был, ну, по сути, практически выход без арморов. Без там пистолетов по 250 какой-то один. Ну, такой, ребят, вы не можете показывать. Особенно, если хотите выигрывать вообще карту D overpass. Ну, ладно. Поехали смотреть первый девайс. Это MP4 refresher. Ауги, там эмки тоже на руках. Довольно быстрый выход от Vitality на длину. Там флешки тоже полетели. Конфиг на туалетах. Зиву! Готов к этому врыву. И в итоге у Конфига 32 хп. Флешка не самая лучшая. РПК успевает развернуться. И тут уже не жилец. Кристиан, на самом деле. Тут рано или поздно должны были доходить до него через центр. Или же через ту самую вину противника. В итоге это второй вариант развития событий. И вот он опен. И вот уже ситуация 5 на 4 при таком таймере. То есть когда Vitality могут вновь остановиться и подождать поджима. НБК нашивает сбок. Но опять же мы видим, что особо у него здесь... Он находится относительно в безопасной зоне. И тут уже вопрос к тому, Vitality как будут дальше играть. Пойдут ли они с более поздним таймингом на B. Потому как там есть люркер под базой B. Либо все-таки будут до конца разыгрывать A. Есть несколько вариантов. Опять же за счет контроля коннектора Vitality могут быть достаточно пластичными. Но вот это наверняка не входило в планы французов. Они потеряли здесь Аликса. Ну и что? По карте просматривается сплит-выход на базу B. Да. Там уже бомба спускается через яму. В итоге НБК одного оставили на банане. Натан Шмидт будет действовать через коннектор. А там уже, кстати, появляется поджим от Кэджун Би. Посмотри, это тоже примечательно. То, что у него позиция будет интересная. Но как же НБК сработает против нее? Кэджун Би вне позиции сейчас может оказаться. Потому что здесь, по сути, на стрельбу выход идет. И НБК погибает 8 хп у противника. Но там уже раскидка полным ходом. И это врыв на базу B, который не отменяет рефреш. Ай-яй-яй-яй-яй. Спина тоже прикрыта. Девятка сработала. Снапи с Аугом включается. 2 на 2 ситуация. Апекс красный погибает. Юги читает его. Бомба была поставлена. Это клатч для РПК. Нет, он не тащит его. Снапи хорош. Vitality высушивают таймер просто в ноль. До конца сидят. Но при этом, опять же, постоянно у них есть позитив. Они создают рабочую ситуацию. Размениваются. Да, делают фраги. И экономика у оптик по-прежнему очень-очень тонкая. То есть киллы-то делаются. Раунды проигрываются. Но вот сейчас, правда, выжило 2 игрока. Они еще дадут по дропу. Но в целом, если Team Vitality просто возьмут 1 раунд в ответ. Дальше форс от оптик. И здесь французы могут неплохо перевернуть. Но пока мы видим, что датчане, можно сказать так, на волоске. Но все-таки тащат эту игру в обороне для себя. Вот Снайпи на самом деле их спас только что через девятку. Вовремя ребята перетягивались. 5 калашей от Vitality. Тоже вот как сыграет. Одного отправили люркера по точку B. Apex этим будет заниматься. Зиву готов уже флешки своих тиммейтов ждать для того, чтобы выйти на центр. Юги по таймингу отходит, потому что поддержки у него здесь не будет. Обратите внимание на карту, потому что это интересно. Один игрок у нас на длине вообще закрывается. Это конфиг. Второй играет довольно агрессивно на банане. И тут нельзя уйти без фрага. Особенно это касается товарища Юги. 2-1-2 в обороне. Ай-яй-яй. Очень спорно. Какой-то интересный выход. Учитывая то, что был угол неплохой Юги. Четверочку. Конфиг. Сыграть, вернее, шире открыться. И был за это наказан. Конфиг может зайти в спину. Но с другой стороны там теряется снапи. Такое ощущение, что просто по одному сейчас отыграет данный раунд ребята из команды оптик. И там будет перетяжка. Но как Конфигу играть? Как он может спасти? Сколько фрагов нужно сделать? Он даже не подключился пока. Хотя и была возможность по таймингу. Но, возможно, чуть-чуть не хватило. Бомба не ставится. Можно отойти Конфигу. Он дальше стреляется. Делает два фрага. Тут же минус в ответ прилетает от Зиву. Фраг. Все-таки Конфиг еще один оформляет. Кейджун Би в итоге один против двоих. Бомба ставится на дефолте. Тим Виталити. По-моему, это тот самый момент, когда они ломают экономику. Да. Такое закрыто. Вот Кейджун Би должен задуматься о том, что просто уйти на сейф. Может быть, какой-то девайс там еще поблизости найти. Потому что FAMOS все-таки это не самое сильное оружие, которое можно унести. Ну или пойти до конца. Но там непонятно, что с дефузами. Видимо, они валяются где-то на точке. Напоминаю, 47 хп у Рене Борга. Выходит, тут еще масса времени нужно потратить, чтобы прочекать все расположения противника. Те оба отошли вообще на туалет. И такое не выигрывается, честно. Разве что под Смок как-то сыграет у нас Кейджун Би. Но тут и Зиву, и РПК эти ребята сверхнадежные. Я не могу понять. И Зиву хватает. Это минус 3. Но как же жестко он ставит хэдшоты? 66%. Зиву, кстати, я думаю, что если он будет не сбавлять обороты, и еще и Виталити ворвутся в Тир-1 сцену и будут там показывать хорошую игру, то Зиву это, ну, пока, я так смотрю, это топ-3, топ-4, топ-5 игрок мира по версии ХЛТВ в конце 2019 года. Только начало, да, 2019 года. С другой стороны, еще Виталити, знаешь, вот хочется посмотреть, как будут играть против Астралис, против Нави, против Ликвид. Ну, будет такая, конечно, возможность. И понятно, что они должны и получать инвайты, и сами выходить на эти все чемпионаты, еще более сильнее показывать себя. В итоге Конфликт мог забрать только что Апекса. В итоге что там вообще происходит? В Ках, Конфликт не попадает, еще один патрон. В итоге Апекс 8 хп имеет, выигрывает эту перестрелку. Снапи тем временем ловит НБК. Это был выход с коннектора. 153 789 долларов зарплата. Он не может спину с дегла убить. Ну да, тем более противник там вроде как еще вообще не смотрит, но он может сказать, что это CSGO, типа они убивают спину, да? Ага, да. Fix this, please, Gaben. Fix this, please, Gaben. Рпк в туалет и делает фраг. 5-3 ситуация у нас для французов. Они в целом, мы видим, распечатывают здесь лонг. Ну и, в общем-то, есть еще время перетянуться через коннектор, уйти на базу B, сделать все, что хочешь абсолютно. Здесь могут виталить. Ой-ой-ой, там раскидка уже полетела. Небога с нами. Вау! Два минуса по РПК Зиву. В итоге Аликс отвечает. Это тоже два минуса от него. Юги последний, но при этом посмотрите на хп. Тут по Апексу просто один плевок. И Аликс тоже там может попасть под этот дигл. Должен дождаться Аликс своего тиммейта, который тоже перетягивается. Аликс-то с бомбой. Там нельзя было выходить в одиночку. Апекс только сейчас направляется через коннектор на туалеты. Или же оба идут на точку B. Нет, все-таки я думаю, что это не так. Юги там, кстати, не угадывает. Он тоже на бэ ушел, на девятку. Если спустится вниз, то это все. Это крах. Нельзя спускаться по контаймингу. Достаточно тонкая ситуация. Тут я думаю, что Юги все равно, даже если поставят бомбу Ануа, он пойдет делать этот ретейк в попытке раздобыть хотя бы девайс. Потому что мы понимаем, что Оптик сейчас, поскольку Форса не сделали закуп, поскольку ресет прежде всего, да, не сделали закуп. И в следующем раунде денег не будет. Здесь, конечно, было бы неплохо Юги вынести какой-то позитив. Шесть гранат у бойцов команды Виталити в этом клач-моменте для противника. И, кстати, никто не берет эти гранаты в руки. Знаете почему? Потому что это очень опасно. В любой тайминг может выйти оппонент. Так что ты не берешь бутылку, ты не берешь себе смог в руку. Все очень грамотно ребята в итоге сделали. Они понимали, что нужно как минимум довести дело до размена, если там что-то не получается. В итоге коэффициенты на ваших экранах от ЕС.Бет. 3.90 на команду Оптик. Ну да. Ну так они сейчас и играют, потому что довольно много ошибок. И еще шлейф, понимаете, еще тянется с карты Денюк. Да, на 4 буханки хлеба они играют приблизительно. Вот так и есть. Кстати, это хорошая метафора. Смотри, ты играешь, если ты играешь на одну буханку хлеба, значит у тебя кэфф там маленький, да, там 1-2, 1-3, значит ты фаворит. А если ты играешь там на 5-7 буханок, значит ты не очень. Да, но ты эти 5-7 получаешь очень редко. Да, очень редко. Ну то есть надо, знаешь, где вот хорошо вообще подбирать моменты, когда приезжают там тир-1 коллективы, тир-2 коллективы, и знаешь, вот какое-то время вот нету информации, никто не знает, там Best of 1 матчи. Вот здесь можно, конечно, видеть, как словили только что с юспиками своих оппонентов. Оптик буквально на ровном месте ворвались в мидл, здесь датчане и уже получили размен. И НБК пытается все эти проблемы почистить немножечко, которые появились у команды Виталити. Это непонятно, как это все дело происходит. В итоге Кэджин Би красный, он отходит. Но свои три минуса он дал. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Юги все-таки получает хэдшот от Апекса. Вновь тут будет клач-момент 2 на 1. Ну, Кэджин Би, да, там пытался как-то отойти. Может быть, на перетяжке. Или у него там патроны заканчивали. Кстати, я не отметил это для себя, потому что он возвращался к себе на респаун. Нет, это 12 на 5 по магазину. И Кэджин Би 16 хэповый. Конечно, такое очень сложно потащить. Пропускает Апекса. Слышал, все это передвижение будет заходить в спину. Бомба тоже на острее банана. Готова дальше проходить. И Кэджин Би такое ощущение, что просто хочет себе найти девайс на этом центре. То есть он не заинтересован взятием этого раунда. С другой стороны, можно еще вернуться, потому что бомба до сих пор не поставлена. А там бомба еще может на Б уйти. Нет, все-таки вернулись ребята под свои же флешки на базу А. Откидывает флешки на дугу НБК. Ставится бомба под банк. Кэджин Би оформил уже трипл килл. Попробует сделать эйс. Так, отпускает он одного в банк. Понимает, что второй может быть на пленте. Рене Борг сейчас разыгрывает пока очень медленно. Но можно уйти на сейв. Он, по-моему, не собирается этого делать. Ну, в 3-500 в следующем раунде тоже будет бай. Да, но вопрос же, мы же понимаем, какая экономика. Шансы каков, ребята. Давайте в чате напишем, ну сколько процентов вообще из 100. Взятие такого раунда. Так, он повышается. Ситуация один на один после хедшота по НБК. Не выходит. Пока что Апекс играет очень опытно. В общем-то и второй минус себе зарабатывает. Ситуация 3 на 3. Пока что паритет по раундам. И это хороший момент был только что для команды Оптик. Даже учитывая то, что Зиву так круто выходил в начале. Минус конфиг, минус рефреш. Но Кэджин Би три минуса своих очень крутых показал. Ну что, выравнивает счет у нас Виталити. Счет сейчас будет 3-3. Ну, в смысле, он уже есть 3-3. Но это действительно была хорошая покупка. Покупка. Все много оговариваются. Волнуюсь перед выступлением, друзья. Перед финалом будет песня в исполнении старушки. Лесбиянки. В общем-то, все ваше внимание, надеюсь, будет приковано к экранам. Следите за финалом. Следите за трансляцией. И не пропустите этот момент. Это будет эпично. Да, даже не смейте расходиться. Эпично. Да, сегодня с нами провести это время. Спасибо, что смотрите. We play Luck and Load. И это финальный день. Да, второй полуфинал. Уже в финале, кстати, победителя этой встречи ждет команда HellRaisers. И это будет уже круто. Кто бы не вышел. Особенно, если это будет финал Виталити и HellRaisers. Понятно, что Оптик могут вернуться. Но на данный момент, если мы будем судить, то это очень жестко. Зива, какие передвижения. Как все отточено, на самом деле. Он знает, как нужны эти все пиксели. Использует для хороших прыжков, чтобы сразу убивать соперников. Рефреш. Отключает оппонента через снайперскую винтовку. Там неплохо может дальше действовать. Алекс. Закрывается смоком. Конфиг может поймать кого-то здесь в туалетах. Это будет Зиву. Итак. Здесь Конфиг может еще уйти обратно. Нет. Пошел на перестрелку. Тут же отлетает от Алекса. Так, ну что, Виталий типа идут на А. Здесь рефреш. Два игрока, кстати, внутри плента. У Снэпи очень хороший угол. Пропускает он своего оппонента. Не пропускает. Можно поменять позицию. Дальше продолжает стрелять Снэпи. Уже делает два минус. Ну и также в итоге фреш. Фреш-рефреш делает заключительный фреш. Это фреш-принц. В общем-то, свежий рефреш. На самом деле, действительно, вот он вчера тащил. И сегодня тоже наконец-то появляется на радарах. На радарах красная точка для команды Виталити. И они эту красную точку не могут вообще преодолеть. Вообще как-то убрать. И, ну, тут легчайший прием был дальше от Снэпи. 4-3 команда оптик выходит вперед. И, кстати, у Виталити появляются проблемы по экономике. Алексей, обрати внимание на то, что есть Калаш, Галил, ЕМПшка, все тут ущемлены. Особенно, что касается гранат. Да, решили Виталити покупать. Их ресетнули уже экономику, в свою очередь, оптики. А почему это произошло? Потому что Виталити на ЭКО, мы помним, потеряли четверых. Тот самый момент, когда Рене Борг оформил квадро. Ну и выход на конфига. Он играет в туалете. Сейчас там уже на дуге очень близко. Тим Виталити. И тут, если удастся удачно разменяться, могут быть проблемы. Конфиг, отличная работа. Делает один минус, делает второй минус. Счет дальше третьего. Его отпускают все-таки. И тут приходит Ахлпусна. Опять отлично справляется. Три в один ситуация. Последний игрок Виталити через лонг. Делает минус один, минус второй. Уже ситуация один в один. Как же Дэн раскрутился здесь. Да, 46 хп в итоге у него остается после данного момента. Это, возможно, квадрокилл. Или же первый фраг для Кэджун Би в этом моменте. 50, кстати, секунды конца раунда. Апекс вообще отправляется обратно к туалетам. Он опасался выхода в спину. Но мы-то знаем, что Кэджун Би будет в банке. И он ждет установки бомбы. Он понимает, что, наверное, уже отпустил противника. И Апекс отправляется в долгий загул, Алексей. Потому что это будет выход на точку Б, судя по всему, через свой же респаун. И там 30 секунд уже. Время, конечно, поджимает. Апекс 100% успевает. Кэджун Би ушел вообще на длину. Он не угадывает. Главное, чтобы здесь Дэн не начинал сейчас степить. А просто забежал на Б и поставил пакет. Ты не будешь степить, особенно после того, как ты оббежал полкарты здесь. Ну да, но есть в такие моменты вот сегодня. Где же это было? В каком матче? По-моему, Хелл Рейзерс это было. Там, да, Хелл Рейзерс как раз таки в очевидной ситуации на оверпассе. Они вместо того, чтобы бежать быстро, почему-то пробежали определенную дистанцию быстро. А потом разыграли медленно. Хотя были оба красные. И рисковать в любом случае нужно было. Но, опять же, это субъективное мнение комментатора. Как опасно может быть сейчас там, кстати, фуловый Кэджин Би должен выйти сейчас из этого бортика. Абекс за позицию эту отвечает. И 6 хп остается. Но самое главное, что отыгрывает на монстре. Забирает Кэджин Би. Это клатч. Это клатч, Алексей. И как ты это назовешь? Особенно учитывая то, что это было большинство команды. Оптик по одному сыграли. Наказаны. Ну, и вообще, ты знаешь, продолжая ту тему, которую ты только что поднял, бежать и потом останавливаться перед планетом, это самое глупое решение в любой ситуации. Ну, в моем понимании, если ты рискуешь, Саша, если ты уже как бы даешь экшен, то уже делай это до конца. Приходи, ставь бомбу и потом разбирайся. Ну, то есть уже понятно, что если будет оппонент на планете, ты будешь на это реагировать. Это ясно. Но здесь, конечно, Дэн, опять же, Дэн, Апекс, очень опытный игрок, и клатчер, и вообще в целом бомбардир, да и вообще. Команда Виталити очень интересный состав собрала, и усиление в виде Алекса тоже удивило, но порадовало, потому что видел я этого игрока много в LDLC, да, следил за ним. И там он всегда был на таких, значит, на острие, всегда он где-то выделялся, всегда он мелькал, и это действительно очень хороший игрок. Ну и повезло то, что они себе получили возможность играть в Зиву, там, насколько мы знаем, были зарубы вообще за этого игрока, были моменты там какие-то с учебой, вроде как даже с родителями, которые, ну, то ли там, ну, не то чтобы не разрешали играть на про-уровне, ну, было там такое, что-то подобное там было, что нужно было порешать, для того, чтобы он пошел там дальше уже полностью отдаваться начал про геймингу. Ну что ж, пошли смотреть за точкой Б, вообще OptiGaming там играет у нас с пистолетами, это ЦЗ-шка от Конфига, в принципе, он широко открывается только одного, забирает Зиву, там спины неплохо чешут, дальше прошел против Снапи Алекс, Калаш должен убивать там за этим пентом абсолютно всех, он первого ликвидировал, рефреш последний, у него нет шансов, тут пятый раунд быстро залетает, хотя вы знаете, три минуса, это максимум, которые могли себе позволить, исходя из ситуации, ребята из команды OptiGaming, они там даже играли без флешек. Вообще, на Эко достаточно результативно играет команда OptiG в целом, да, если посмотреть на экономические раунды, регулярно они наносят урон по деньгам Team Vitality, и в общем-то мы видим на табе, что в случае поражения в раунде у Team Vitality, естественно, получив ресет, тут как бы есть очень неплохая возможность для OptiG, совершить потом неплохой стик раундов в обороне. Да, сейчас должно начинать неплохо, Снапи врывается там, вне позиции оказывается НБК, потому что он прыгал и ожидал то, что враги поджимаются под фонтан, но нет, это совсем другой угол. Кэджун Би под стенкой принимает выходы через монстр, флешка полетела, но он не слепой забирает одного, спрей Зиву забирает только Кэджун Би, рефреш не отпускает еще и Апекса, который следом шел, и... Зиву дальше прошел 2-3 ситуации, 43 хп, у бомбардира французской команды остается, они хотели подсадиться только что Алексей, но, видимо, отказались от этого мува, хотя было бы интересно нас за этим наблюдать. Выход там уже на граффити, Алекс пытается заспрейть, в итоге спрей не самый лучший, и такие два минуса от конфига решающие в этом раунде, получается, это 5-5, хотя вот в секунду, вот видно было, что игроки атаки реально хотели подсаживаться, и это было бы очень круто. С другой стороны, они бы потратили слишком много времени, и, видимо, услышали, как хелпат там направлялась к ним. Ну, и вот тот не самый приятный сценарий, о котором я говорил, сейчас Тим Виталити получили ресеты и будут думать над закупом в этом раунде. Возможно, есть резон просто сделать эко с глоками, потом уже покупать то, что будет. Ну, мы даже видим, что немножко лучше, чем глоки, это ЦЗшки по 250-ой деглы, ну и вроде как деньги будут в следующем раунде у Тим Виталити, но все равно может быть достаточно скромно по гранатам. Ну, вообще интересно то, что Аликс тоже там нормально так закупился, учитывая то, что у него 850 долларов остается. Это деглы и первый армор. НБК ставит точку в шествии с напи по банану. Юги пытаются выйти на размен, но тут, знаешь, размен это одно еще бы уйти отсюда. 38 хп, у него остается просили НАТО на Шмидта, и это 4 в 4. РПК, понятно, что остановился. Тут поддержка только сейчас подходит по этой точке работать. Ну и конфиг чувствует себя довольно уверенно, он понимает, что там только пистолеты, максимум какие-то арморы. Ты знаешь, у него такая позиция, которая чекается сразу, там наперед прилетает очень часто с банана. У меня есть ощущение, что Виталити вообще понимает, что он сейчас играет в этом углу. Да, так и есть, слишком легко. Падает игрок команды Виталити, вернее, простите, оптик Юги справляется в фланте с одним с другим. Было бы неплохо его закрыть, а так вот этот Шумок решили поставить бомбу. Или нет, все-таки Виталити не ставят бомбу. В итоге 2 в 2, и возможно примут решение запушить хелпу в Смог, нет. Там еще М-ка будет у Алекса на руках, бомба поставлена на машине. Оба игрока защиты направляются через хелпу, и все-таки не опускают Апекса на туалет. И вроде как Алекса должны тоже читать. Кэджон Би, выход, проверил одного. 1 на 1 ситуация, в итоге после этого хэдшота Алекс должен выйти на хелпу. Тут на ступеньках уже оказывается. Дигл против Рефрешес М-ка, и тот все-таки дошивает оппонента через эту стену. Но Алекс не доиграл, потому что можно было сыграть, но было как-то под бомбу, а не пытаться там еще до выхода соперника на точку его перестрелять. Дело в том, что ты вышел, один патрон стреляешь, и вот так вот пытаешься за эту стенку уйти. Она же хорошо шьется. Ну да, конечно. И в принципе, ты видел, у него был дигл и был девайс, у него была М-ка. И он предпочел в упоре сыграть с диглом. В принципе, я понимаю это решение. Но вот уже после того, как он сделал этот минус, когда уходишь на хелпу, там уже нельзя было уходить. Нужно было просто стреляться, и все. Алексей, я думаю, что это уже такое некое пижонство было от Алекса, если честно. Гэмблинг. Да, вот так получается, красиво хотелось, ну, в стиле Ника вообще там выйти, просто с одной еще одного забрать противника, последнего уже. Но Рефреш спасает, молодец. НБК под флешки, выход на болото. Зиву уже первый. Он в авангарде этой атаки на точку Б забирает. Снапи, у которого не было шансов. Снапи вообще там как-то открылся непонятно зачем, учитывая то, что не было контроля Зига. И, кстати, Оптик вообще эту точку не поджимали. В итоге Апекс выходит на морозить на монстр. Кэжун Б тоже падает. Теперь уже ресейф другую сторону будет. Ну, по крайней мере, просматривается. У нас 5-3 ситуация. О, хорошо. Это было близко. Конфиг каким-то чудом выживает. 8 хп у него. А Зиву с буста мог здесь, в общем-то, уже поставить жирную точку в этом раунде. Но все еще живут. Игроки Оптик. Играют они сейчас ситуацию 3 в 5. Виталити, как часто это бывает, после размена для себя в плюс, будут разыгрывать просто максимально таймер. То есть они здесь будут сушить игру. Как мы знаем, они это делают регулярно. И, в общем-то, это достаточно грамотно. Ну и смотри, это сейчас приведет к тому, что сделает выпад через Зиг. Рефреш сам в итоге открывается. Бестолково сыграл здесь рефреш. Ну, рефреш, видимо, хотел поймать противника. Ты знаешь, на выходе таком слишком самонадеянном расход. И здесь Алекс уже заходит на точку А. Заплыв хорош. И погибает конфиг последний. Вот игрок Оптик приходит. И такое ощущение, что он даже не подозревает о том, что здесь уже может быть оппонент. Он, видимо, рассчитывал на то, что конфиг хотя бы хоть что-то контролит. А конфиг там где-то, видимо, пытался отморозиться до конца. Ну и в конечном итоге Виталити все-таки перейти... Что? А бомба идет на А, лол! Лол, посмотри на радар! Посмотри, Виталити просто! Что вообще происходит? По всей карте развелись. Ну ладно, последний мы нашли в итоге раунд. Собирать себе просто. Ты знаешь, я вот сейчас смотрю на игру команды Виталити. И потом вспоминаю, как у нас G2 играет, например, на Оверпассе. И это небо и земля, да? Да, это разная игра абсолютно. Разные команды, и вот видно, что все-таки совсем в другой стиле испытывают, исповедывают, вернее, французы, в общем-то, и испытывают сейчас трудности оптик против этого стиля, потому что реально, вот, есть первые минусы, но никто никуда не спешит, не пытается выйти слишком быстро на точку. И это дает свои плоды. Мы это уже отмечали на первой карте, которую посмотрели, это был нюк. Оптик закупили с пистолетами, одна флешка от конфига. Есть арморы, также две каски присутствуют, у Рефреша и Кристиана. Ну, как любая грамотная команда, но в Оверпассе Виталити сейчас в большинстве не будут идти в коннекторы, там, принимать эти дуэли. Ну, Соло здесь опорник, это абсолютно грамотно. Этот опорник справился только с одним игроком. Есть размен от Юги тут же, и понимают, вроде как Виталити, что они отдали этот АК-47, нужно уже просто принять это, согласиться с этим моментом. Ну, и здесь у нас экшен в мидле, от Виталити они пробивают, проверяют центр карты. Да, вообще вот интересно то, что в Форс такой залетает оптик при счете 6-6. Так там ресет же, там не было вариантов. Да, плюс и ты просто пытаешься как-то выйти по экономике, плюс, но уже Юги погибает. Это, кстати, был калаш команды оптик, который был подобран. Мне очень приятно. Зиву будет смотреть дальше, выходы через центр, там флешка полетела, Рефреш, врывается под нее. Но никого не находит на шариках, нужно отойти обратно, потому что он тут сам. Слишком далеко находился конфиг, и тот уже отвечает за длину, которая отрезается смоком. Аликс уже успел отойти обратно, это будет выход на точку Б. Оптик удивляется, то есть время идет, размен был, а проверяют мидл, а там никого нет. А смотришь на радар, а Виталити еще и на детской площадке. Да, это режим уничтожения, потому что все чекается, ребята. Как вы там не пытались удивить противника, поджимаетесь, как-то играете под флешку. Нет этого фрага. В итоге к Гэджин Бину позиция не самая лучшая, будем честны. Вот, кого там забирает одного максимум, какой-то хэдшот залетает. На девятке тоже был замечен еще один контртеррорист, бомба устанавливается очень хорошо. В общем-то, все прикрывается, Апекс роняет конфига, последний рефреш на хэлпе. Он надеется, что противники будут охотиться так, не играет команда Виталити. Надо узнать, кто капитан у Виталити. Надо написать своим... НБК, я думаю. По своим каналам надо узнать информацию. Ну, если вот именно судить по истории этих игроков, то это НБК должен быть капитаном. Ну, где-то я что-то слышал, какую-то такую дикую историю, что это Алекс. Но Алекс просто, как по мне, не настолько опытен и авторитетен. Ну, то есть понятно, что отношений-то я не знаю между парнями, но в том смысле, что чисто по спортивным достижениям. И насколько он должен быть сам по себе харизматичен для того, чтобы давать указания условному Апексу, да, тому же НБК. Это интересный вопрос, и было бы неплохо узнать, кто все-таки там ингейм-лидер. Виктор Войтес. Виктор Войтес, да, великий человек. Я думаю, это он именно... Именно он... Тренирует команду Виталити. Он настолько жесткий и великий человек, что сидит просто в интернете в Польше и координирует сейчас Виталити. Это как месяц назад было сообщение, что Адрен великий человек. Он тренирует команду Ликвид и играет The Face сейчас. В общем-то тот самый Адрен, который перешел, вы знаете, то, что был такой игрок вообще в Северной Америке, который, кстати, выступал с Симплом еще, ну, в общем, те самые Ликвид и показывали неплохие результаты. Ладно, другая история. Это конфликка и Снэпи, который просто по головам проходится. Аликс, РПК, Зиву попадают тут под этот обстрел. В итоге НБК только сейчас убивает Кэджун Бит, а будет Прэй и выход. НБК Апекс тут справляется. В итоге Снэпи тут еще может не отойти. Юги, вернее, не отойти может, да, с последнего патрона. Но вот насколько все-таки оправдан был этот пуш после таких трех минусов. Они понимали, видимо, что им некуда отходить, потому что могут уже заходить в спину через туалеты и пошли вперед. Плюс В. У меня есть такое ощущение, что они даже этого не понимали. То есть там, во-первых, да, видишь, мы немножечко перехвалили Виталити, но, опять же, ничего криминального они не сделали. Они выходили втроем на лонг и их просто вот перестреляли Юспики в упоре. Так иногда случается. Но вот действительно решение от оптик, вы сделали три минуса, взять, отойти, вам ничего не мешало. И просто уйти в длинный розыгрыш этого раунда, в долгий, да, я бы так сказал. Просто попробовать отыграть как-то стаком, не знаю, пассивно, закрыться по плентам и попробовать просто взять это эко. Оптики решили дальше агриться и их НБК за это наказал. Ну и Апекс тоже там помогал своему тиммейту. Вот он Дэн, который направляется на болото. Рефреш будет уже откидывать флешку, видимо, или смог в ЗИК. Конфиг находит Алекса, это на центре агрессия. Кстати, наконец-то сработало для защиты Юги. А Нектарик, кстати, тоже может НБК не прочахать. Хотя, вы знаете, это дефолтная позиция. Так как НБК сейчас все проверяет, он должен сюда тоже посмотреть. Но Югит меняет угол, забирает одного РПК. Размен еще и там по конфигу залетает. Конфиг вообще смотрел на банан. И только потом после фрага, ну, вроде как успел перетянуться, как-то развернуться, но не попал особо по оппоненту. Рефреш в итоге ситуация, рефреша чекает противник. РПК не справляется со спреем. Но Амекс закрывает одного, по второму также инфа есть. Кейджурбик, что за загулы такие на в-планте? Ну, такое ощущение. Да. Что вообще происходит? Почему они спиной уходят? Почему они спиной принимают, боком принимают? Там же какая-то расфокусировка у команды оптик, судя по всему. Видимо, да, тут... Ну и Зива в итоге ставит пакет, Виталити зашли на базу Б, и им надо просто разыграть грамотно постплан ситуацию. Да, бомба, кстати, поставлена очень грамотно. Там Зиву вообще может уходить на хэлпу. Подсадка, рефреш. 20 хп у него пытаются кого-то найти, но атака не открывается. Коварная команда Виталити. Это дуэт Апекса. И Зиву готов выходить на счет 9-6. Слышка еще одна полетела. Бомба уже тикает. Напоминаю, что нет дефузов. И вот он спрей Апекса. Все очень просто заканчивается. 9-6. Оптик. Ну, не то чтобы прям не доигрывают, но они слабее, чем Виталити, честно. Вот мы посмотрели уже сколько раундов еще. Если взять карту Данюк, и здесь вот первая половина, то Виталити слишком жесткие. Не по зубам пока оказывается. Хотя посмотрим, как они еще, ну, я имею в виду датчане, будут играть в атаке. Просто приятно смотреть за ними. Вот что я вынес из двух игр в плей-оффе из команды Виталити. Просто приятно за ними смотреть. Вот только что мы перед этим видели Нюк. Друзья, промокод. Не забываем, заходим на сайт vplay.tv. Там есть раздел коды. Туда вводим эти цифры и принимаем участие в розыгрыше. Сегодня мы разыгрываем бабочку. Так, точно. Нож-бабочка, по идее, там, ну, короче, должен быть вроде как этот, ржавый пыльник, по-моему, называли. Не пыльник. Ржавая, да. Ржавая бабочка. Прикольная, да. Да, самое главное то, что да, это нож, который многие любят. И Алексей тоже разыгрывает? Алексей тоже в твиттере. Друзья, твиттер у Х7. У меня за ретвит, я разыгрываю нож. И у вас есть еще время до завтрашнего вечера. В общем-то, завтра вечером я буду уже его крутить на барабане. Короче. Едем смотреть второй пистолетный раунд на карте The Overpass между командами Optic Gaming и Team Vitality. Мы смотрим второй полуфинал. We play Luck and Load. И это атака, кстати, направляется на точку B. Тут два игрока уже пикают монстра. RBK вместе с Аликсом. Неужели они вот так вот будут поджиматься? Нет, рефряж к этому готов. Забирает RBK. Аликс неплохо одного забирает. В конфиг тут же на рефраге. Клажка неплохая залетает. И Аликс врывается. Как же круто вместе с RBK. Мы на два ствола. Раскатывают они этот выход через монстр. Тоннель закрыт. Пробка там уже есть. Но Юги все же будет пытаться до конца сыграть. Но бомба-то не на руках. И это удручающий момент. Ощущение такое, что это была запланированная такая агрессия на монстре. Потому что у французов было четыре игрока на B. И они встречали этот выход, этот оптик всей командой практически. И сейчас получили очень выгодную для себя ситуацию. Три в один. Погибает Юги здесь без шансов. Для него десятый раунд. Для Виталити бомба лежала под контролем французов. Ну и оптики, имея две тысячи, две триста на руках, могут спокойно сделать себе экономически. И потом форсить уже в следующем раунде. Да, сейчас стоит сыграть. Не форсить, покупать, конечно. Ну, с максимум недефолтными пистолетами. Это будет надежда команды оптик гейминг на то, что соперники будут сами как-то лезть на эти пересделки. Но посмотрим. Есть все-таки фармганы у Зиву, того же MP9, MP7, MP5, MP5. ЮМПшка, в общем-то, у всех разные девайсы. Тут разнобой такой пошли. У нас уже в определенную агрессию НБК. И, может быть, еще кто-то будет помогать. Нет, все-таки вернулись они обратно с точки Б. Вернее, с Зига на точку Б. Оставили там, кстати, только одного Алекса, который будет смотреть болото. Ну, а мы-то знаем, по карте оптик играет только против А. Это подходы на туалет и на банан. И дистанция-то все для команды Виталити в этом моменте. Ну, играют закрыто. То есть тут, смотри, НБК на щите, а ему на хилпе играет Апекс. Третий игрок ближе к хилпе играет возле Коннект. А, это буст вообще, это буст, прошу прощения. Я не обратил на это внимание. А нет, не буст, ошибся. Два раза ошибся. Все же выход, да. Ну, минус на минус плюс. НБК за дефолтом находится. В общем, у него все хорошо, потому что есть еще там раскидка от тиммейтов. Там, кстати, Зиву вообще должен еще Молотов свой использовать против выхода соперников. И потихонечку там уже один из игроков защиты на точке Абайте. Этот выход через смок, но пока не настолько дерзкие команды. Команда Оптик, в общем-то, игроки получают под себя Молотов. Не самый приятный на 39-й секунде. Ну и как же все-таки им внедряться дальше в этот Аплент непонятно. Нет раскидки. Есть только надежда на то, что соперники будут подставлять свои головы. НБК внедряться неплохо. Апекс вместе с ним. Это огонь против Оптик. И они горят. Они просто один за другим падают и переходят в следующий раунд. 5 очков преимущества для команды из Франции. Но они работают. Они все-таки хотят выйти в этот финал. Но Оптик будут стараться не позволить. Туда ворваться команде НБК. Покупает себе 5 калашей. Будет ли это Раж Би от Оптик? Оптик это команда, которая может сыграть агрессивный раунд именно на Б. Первый оружейный. Но нет. Все-таки ребята пойдут в сторону медла. Вообще это дефолтик просматривается, по крайней мере. Достаточно глубоко играет Кенжун Би. В коннекторе два игрока под Б. И два игрока сейчас, судя по всему, проверяют центр карты. Пытаются вычислить Фонтан, Зилу. Но как-то это было слишком. Калашатим им по 9-го на дистанции. Это да, но дело в том, что как Зиву тут сел, зажал и его очень долго мучил здесь Кенжун Би на самом деле. Хотя с Калаша вроде как можно было побыстрее его убить и не потерять так много ХП. Да, но все же есть позитив для команды Оптик Гейминг. 5-4. Чекает все конфиг. Вот Фойс же смог будет подходить на туалет. И тут НБК. Сохранил за собой МП. Седьмую. Ну и конфиг, возможно, еще будет ждать выхода на длину. Там, кстати, бомба у нас находится у атаки. Перетяжка также совершается рефрешем и Кейджун Би. НБК может даже кому-то выйти в спину. Это интересно. Как его будут чекать? Флешка полетела. Юги там был слепой. Но благо под эту ослепляющую гранату никто не вышел у защиты. Ну и как же НБК внедрит этот смог? Вот он пока не решается, потому что, ну, как только он его бросит, возможно, конфиг сразу выйдет, убьет его. НБК решил отойти. Он понимает, что нужна дистанция, и на этой дистанции он убивает калаш. Не, ну МП-7 здесь, конечно, на такой дистанции это хороший девайс. Это не МП-9. У МП-9 там разброс намного больше. Да, вот МП-7 в этом плане намного лучше. Вообще, из всех фармов у МП-7, наверное, самый такой близкий к винтовкам обычным спрей. Вот если брать, если нормально не топить, а грамотно, правильно распределять патроны, то, в общем-то, МП-7 очень опасное оружие. Есть фраг у нас от Юги, и тут какие-то проблемы просматриваются у французов. Да, была уверенность в том, что все-таки это будет выход на базу Б. Оставили одного НБК, но того тоже смогли ликвидировать игроки. Оптик, была бомба поставлена, и попытка Апекса, РПК и Аликса выйти на Open, вернее, на Exit фраги, конечно же, чтобы забрать себе эти калаши. Там какая-то переписка идет довольно активная между игроками. К сожалению, мы ее не видим, только слышим. Ну и Кэджин Би не должен идти дальше. Он понимает, что враги могут находиться на центре. Его позиция — это туалет, и там тиммейты тоже длину будут прикрывать. А Апекс уже довольно остро готов тут сыграть против отходящего Юги, например. Но свой раунд первая команда Оптик забирает себе в атаке. Поздравляем. Так, делает минус у нас Алекс на дереве. Тут еще один фраг. Нет, все-таки рефреш забирает в итоге оппонента. Два в два ситуация, но бомба взрывается. Понятно, что Оптик этот раунд выигрывает. Смотрим на деньги французского коллектива. Ну, я не знаю. Нужно покупать. Ну, там есть снайперская винтовка. Да, действительно, французы решают сделать закуп. И теперь смотрим на решение от Оптик уже в свою очередь. Я ждал от них Раш Би, но нет. И разыграли достаточно медленно и стандартно свой раунд и вышли на базу А. Неплохой респаун был для снайпера команды Виталити. Зиву. Находится уже на шариках. Там была откидка дефолтного смока. Я так понимаю, нет, все-таки это хаешка от игроков атаки. И дальше готовы пройти через детскую площадку. Рефреш. Уже успел выйти на болото. Опасается выхода или подсадки соперников на точке Би. Но мы-то знаем, что все закрыто. Тут РПК даже не пытается совершать эту подсадку. Вместе с тиммейтом Рефреш уже откидывает флешку и отходит на монстр. Он, кстати, один остался под Би. Все остальные работают на А. Ну, ближе к А, скажем так. Это коннектор плюс выход на длину. Оппонента, кстати, Зиву пока это все дело не читает. Он остался один на А, в то время как его тиммейты защищаются квартетом на Би. Но мало времени есть у команды Оптик. В общем-то, там уже будет перетяжка. Вот НБК. Ну, действительно, мы видим, что Тим Виталити ожидали выход на Б. И именно этим было обусловлено решение сыграть 4 на этой позиции в 4 ствола. Ну и вот смотри, как интересно. В итоге выхода нет. И Виталити поджали монстр. Это очень грамотно. И тут уже делается фраг от Зиву. Выпадает бомба. Есть размен от конфига. Сейчас должны очень быстро Оптик заходить на базу А. Да, 40 секунд остается у них. Там НБК неплохой хая подкидывает под конфига. 27 хп остается. В итоге тут Айпикс будет до конца отмораживаться. Его, возможно, не прощекает команда Оптик. А надо. Флешки полетели. 30 секунд уже на таймере. И как же заходить? Там НБК пытается шить еще Юги через Смог. Вот он, рефреш. Выход. Хэдшот от Апикса. Размен у конфига есть на руках НБК. Только одного Юги забирает с собой Кэджон Би. Играет тоже по сопернику. В итоге там еще и Аликс погибает. Смог развеялся. Кэджон Би этим воспользовался. РПК последний. Красный там остался один. А вот и Кэджон Би. Как же хорошо играет на размене. Тут было опасно. РПК неплохо заходил через туалеты. Но все же это была только попытка. 8-11. Хороший динамичный раунд у нас получился здесь от Оптик Гейминг и от Виталити. Было несколько интересных с точки зрения стратегии передвижений от французов прежде всего. Ну и в целом хорошая попытка при выбивании Аплента от Виталити. Ситуация закончилась один в один. И только хедшот, который только что вы увидели на своих экранах. Кэджон Би остановил это выбивание. Сейчас экономически от Тим Виталити. Оптики могут выходить на 9-й раунд. Есть фармган у СНАПи. Он двигается в сторону шорта. Понимает, где возможно будет агрессия. Делает 1-2 фраг и уже 1200 на карман. Да. Это уже довольно быстрый выход на 9-1-1 на табло. Апекс последний. Пайдоксот пятьдесятый. Он все еще ждет кого-то здесь на граффити. На выходе через Хелпу. Но тут только СНАПи может ворваться. И это будет, кстати, не самая приятная встреча. С Мак-десяткой. И, возможно, еще плюс 600 долларов залетит. И так уже тут подзаработал неплохо один из лидеров команды Оптик. Апекс дождался этого выхода, но тут без шансов, как я уже сказал. Ну и мы посмотрели довольно быстрый раунд. Только осталось сейчас взглянуть на этот бай от команды Виталити. Ну да, вот она работа. Не пыльная, на самом деле, для Кэджон Би. По одному тоже выходили на него соперники в коннекторе. Так что все очень просто сыграно. Двадцать первый раунд. И вот он, бай Виталити. Посмотрите, Ауги. Вот они, родные, появляются. Только одна М-ка от Апекса. Олд будет играть с М-кой. Ну понятно, что там Мендукей тоже покупает. Но в целом, конечно, мы ждали. Вы ждали Аугов? После этого обычно раунды берутся. Ну сейчас посмотрим. Оптики играют через воду. Пытаются занять эту часть карты. Но в Виталити откидали гранаты, но дальше не двигаются. Будут играть закрытый Диффенс. Бомба у нас на воде. Ну и все. Команда из Дании находится в пятером под базой Б. Это точно выход на эту позицию. И теперь смотрим, что будут противопоставлять игроки из команды Виталити. Ну как минимум смоки неплохие уже отлетели. Да. А воду? Ну и есть. Аликс в итоге забирает одного в воду. Прочекали. Апекс там вместе с Аликсом работают на 100%. Ну и третий минус тоже залетает. Юги не имел ни единого шанса. Нет выхода от рефреша и конфига. Они за смоками. И в этих смоках сейчас их похоронят. Скорее всего, неплохая флешка. Рефреш. Но спина там вроде как есть. И еще это НПК выходит через девятку. Это заканчивает это шествие противника на точку Б. Ну ты знаешь, такой вот небольшой рассинхрон случился командой Оптик в этом выходе. Потому что первые два вышли, в итоге отлетели. А трое закрыты в итоге оказались у нас за этим смоком. Я бы отметил с другой стороны, ты говоришь про рассинхроны. Я бы отметил вот эти вот хорошие смоки от Виталити при заходе. То есть они вот очень маленькую, очень небольшую часть плента, да, вот той позиции, где ставится бомба. Они отрезали ее дымами, и эти дымы просто вообще не дали шансов никаких. Еще и до захода, да, мы видели, как Виталити сделали уже фраг. Видно, что этот элемент у команды Виталити в защите отработан. Молодцы. Юги с АВП на острие по точке Б. Это, кстати, интересно, учитывая то, что там могут на него выйти Алекс и еще один из игроков. Это РПК, кстати, который на бочках все еще отсиживается. Но Юги никого не замечает. Вот нужно уже, наверное, отойти обратно. Юги получает тупо о том, что один за монстром, и вот вычислили все-таки снайперскую винтовку для защиты. Понимают теперь, что это была такая попытка фастпика от снайпера команды Оптик. Ну и мы видим, что Дэчаннин находится в целом под базой Б. У РПК есть чё смог. Юги идет на контакт через монстр. И не увидели, по-моему, Юги. Юги получает под себя этот дым. Должен идти дальше. Убивает он Алекса в итоге. РПК играет на размене, но дальше за Юги никто не пошел. Почему снайпер выходит один? Хотя изначально вроде как у вас есть игрок за смоком. Почему не поддержать его? Они пошли, потому что прилетел смок и решили просто уже все обратить. Ну Юги-то остался. Давай пока на берегу. Дальше без нас, да. Дальше без нас. Ну хорошо. Но дело в том, что это снайпер, который должен был еще дальше отыгрывать. Но это Юги, который действительно должен был получать эту поддержку. Странно, странно. Согласен. И в итоге все оставили, вроде как отошли, вроде как еще остались. Это будет все же выход на точку Б. Все здесь позиции и есть еще раскидка. Ну видишь, вот этим, на самом деле, этим ранним контактом и в конечном итоге пауза. И Оптики сбили все-таки здесь понимание. Видали тебе то, что будет база Б. Но в конечном итоге карты пришлось все открыть. И 3 в 2 ситуация. Апекс делает 1 в 2 минус. И все-таки погибает снаппинг 13 для французов. Ну скромный раунд все же получается для команды Оптик. Вот так вот Юги потеряли очень просто, да. Вот потом все-таки пошли дальше. Ну и читались. Потому что на центре никто не появлялся в атаке. Защита имела абсолютно весь объем информации, который позволил ей оставаться в большинстве на точке Б. Промокод, ребята. Запоминайте, пишите. Этот самый промокод у нас на сайте vplay.tv. И будете иметь возможность выиграть сегодня нож после финала. И к этому финалу ближе команда Виталити. 13-9 действительно эко сейчас у Оптик. И французы могут дальше добирать все раунды. Апекс открыто играет через длину. Делает минус. Откидывает еще картошечку на детскую площадку. Там все еще два игрока команды Оптик. Бомба ближе к респауну. Ну и Виталити все-таки, наверное, отпустят здесь эту часть карты. Ну отошли все остальные. Апекс остался. Пока он соло просматривает с фонтана своих оппонентов. А здесь уже вышли ребята на А и говорят. Парни, давайте, может, бомбу поставим. А бомба-то все еще на респауне. РПК делает выпад через халпу. Делает один-второй фраг. И Юги последний. Также погибает возле коннектора. Это 14 раунд для Виталити. Не так много осталось французам для того, чтобы выйти в финал нашего турнира. Lock'n'Lot. В котором побороться за 25 тысяч долларов. Потому что, чтобы они не смогли выйти, должен быть перелом. Да. Конечно же, 50 тысяч у нас общий призовой фонд Lock'n'Lot. И мы только начинаем, дорогие друзья. Да. И это 24 раунд. Opti Gaming купили себе 5 АК-47. И направляется в большинстве своем снова на точку Б. Почему-то они решили, что там будет легче, видимо, играть. Потому что нет Зиву, наверное, где-то на точке Б. И в любом случае у него нет снайперской винтовки. Только Ауги. И это коллиматорный прицел. Ауги у всех это формация работы. Вот как только на нее перешли до Виталити, у них сразу все получается. Сразу что и точка Б там защищается неплохо. И на коннекторе тоже делают они свои фраги против люркеров, заходящих на подвалы. Туда, кстати, может сейчас спускаться Кэйджун Би. Но Зиву, как же хорошо чувствует тайминги. Он уже поджимается по соперников. Но Кэйджун Би все это дело прочитал. Выход на размет. НПК тоже падает. Неплохо здесь от Кэйджун Би. Делает он два фрага. На ровном месте получает преимущество Optic. Хотя, в общем-то, мув от Зиву был достаточно неплохим. Что, Optic в позднем тайминге, судя по всему, пойдут на базу Б. Здесь Алекс стоит спиной к монстру. Откидывает гранату Кэйджун Би. Тот вообще без проблем. Ну и Алекс сейчас может на самом деле быть тут наказан. Ой, какой смок и плохой. Дашка тоже полетит. Там в США будет еще отыкровать. Так, и Алекс, как же круто здесь он разыгрался. Забирает рефреша Юги. Там через Зик тоже не могут выйти. У нас ребята, как же так. Так, 38 секунд, и при этом вы не смогли дальше вот как-то выйти на эти размены против очень наглого Алекса. Но как же хорошо сыграл он здесь. Он каждый сыграл. Нождался еще и РПК, который за плентом. Без шансов, это все он кинул. А какая классная позиция от Апекса. Вот он именно на дрене должен здесь находиться. Да, и он, походу, там и остается. Снапи перетягивается на дугу. Идет в сторону базы А. Бомба, кстати, под Б. 15 секунд до конца раунда. Здесь оптики, по-моему, могут перемудрить. Максимально фейкует Апекс, делает фраг. Говорит, пацаны, бомбы нет. Молик летит на дефолт. Начинается заход на Б. И закрывается тут же командой. Виталити, в частности, РПК. 5 в 3. Чем хорош Аликс? Вот, знаешь, вот... Это же не просто смок. То есть этот смок, он понимал, что он спровоцирует выход в этот смок. И тут же после смока кинул флешку. И он кидает смок. Начинает двигаться оптик. И тут прилетает флешка. Они выходят со смока. И еще и получается, что два звена отрезаны друг от друга. Вообще у команды оптик. В этом выходе через монстр. Ну, вообще, интересно то, что они решили идти на ЭТП. Ну, убили там соперников. Но время-то еще ей, чтобы подождать. Ладно, там деглы. На руках у оптика. Готовы заканчивать Виталити. Калаш уже будет у Апекса в этом раунде. НБК. На туалетах, кстати, на длину не ходили очень давно у нас. Ребята из Дании. И сейчас там появятся против Зиву. Кстати, у Зиву вообще не было работы. То есть он там бегал. Что-то кого-то убивал. Но при этом не появлялись у него особо противники. Именно на тех точках, за которые он отвечает изначально в раундах. И снайпи готов уже внедряться. Это будет, возможно, флешка. Не самая приятная для опорника точки А. Оптики, по-моему, готовят здесь какой-то выход на А. Ну, вот просматривается, по крайней мере. Три игрока в туалетах. Правда, бомба все еще в коннекторе. Один остается на лонге у оптиков. Но есть хороший набор по гранатам, из которого можно построить. Построить хороший выход на аплэнд. Тайминговый бет-жим. Легко для снайпи. Да, держал он этот угол. НБК остается на щите. Там должна быть какая-то перетяжка уже от Апекса. Должен он вообще уже быть в банке. Рано или поздно. НБК там два минуса оформляет. Это минус конфиг и юги. Кейджин Би на размене играет, но по снайпе там как вообще играть. Клэшка еще одна полетела. Врывается Апекс одного с собой. И еще один хэдшот. Кейджин Би последняя. Один на один ситуация. Алекс против него. Он должен выйти. Там еще и бомба на руках появляется. Тут же наказан за это был игрок команды Opti Gaming. Победа со счетом 2-0. Виталити проходит в финал. Победа со счетом 2-0.